Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Галиенец Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Я думал, что Карлота была женщиной моей жизни Думал, была Прошедшее время, друг Нет Нет Морисо Скажи, тебе не приходила мысль, что ты влюблен в другую женщину? Вдруг тебе запала в голову эта девушка Фотограф Короче говоря Ты не ослеплен Лучами солнца Боже Неужели люди действительно пошли молиться в церковь, как ты им сказала? Дорогая Я даже думать не хочу о том, что будет, когда об этом узнают падре Мам, я могу тебя попросить об услуге? Конечно Я неважно себя чувствую Хочешь, чтобы я отвела тебя к врачу? Нет Я хочу немного отдохнуть Разумеется, дорогая Нет, мама, ничего не нужно делать Ничего не нужно делать Не обижайся, но ты не можешь оставить меня одну Пожалуйста Если ты этого хочешь Конечно, дорогая Спасибо Хорошо Позови меня, если я тебе понадоблюсь Да, мама, конечно О чем ты говоришь, Давид? О солнце О фотографе Или ты ее не помнишь? Нет, нет, разумеется Я ее помню, конечно, помню Но твой намек На то, что у меня к ней особые чувства Кажутся мне неуместными Да? Но вы провели вместе ночь, были одни Кроме того Ты готов был помочь ей в чем угодно Ты можешь все отрицать Но для меня все понятно Давид, знаешь что? В данный момент я не настроен с тобой все лица Я понимаю, тебе нравится эта девушка И это хорошо, замечательно Однако намек на то, что я что-то к ней испытываю Или ищу с ней отношения Кажутся мне абсурдными, Давид У меня сейчас столько проблем Может, это и абсурдно Но когда ты ее видишь Ты расплываешься в улыбке Да, она мне нравится Эта девушка, она Очень естественная, Давид Она бесхитростная Вряд ли ты поймешь, что я чувствую к этой девушке А ты сам-то понимаешь? Я? Я, да, Давид Солнце для меня, как Как тебе объяснить Нечто прекрасное Она человек, с которым я могу говорить о чем-то глубоком О вещах, которые кажутся простыми Настолько простыми, что ты не замечаешь Что они всегда в твоей голове И ждут, когда ты поделишься ими А Карлота? Карлота? С Карлотой я вообще не могу говорить Ты видел, какой она ушла? Мы с ней говорили, я сказал, что чувствую И ничего, с Карлотой это невозможно, Давид Если я не могу говорить с Карлотой, то тогда с кем? Если тебя это утешит Рассчитывай на своего друга Несмотря на то, что я сказал Рассчитывай на меня А теперь объясни, какие проблемы у тебя могут быть Ты успешный предприниматель? Очень успешный Какая-то женщина ждет от меня ребенка А я не знаю, ни кто она Ни как ее зовут Нигде она живет, ни как ее найти Я ничего о ней не знаю, ничего Если бы я могла вернуть время назад Назад, назад Подумать только Визит в гинекологический центр навсегда изменил Всю мою жизнь Маурисио Как я ошибалась, думая, что ты неприятный человек Мне так нужно поговорить с тобой Как будто ты можешь понять меня лучше других Хотя я тебе не сказала, что со мной происходит Что я беременна Что меня искусственно оплодотворили в частной клинике И я не знаю, кто отец Но ведь у женщины, которая решилась на искусственное оплодотворение Тоже ничего не получилось? В тот день врач допустил ошибку И провел процедуру еще одной девушки Можешь себе представить? Что? Такое разве может быть? Кажется, в этой жизни все может быть, Давид Но теперь Когда моя мечта стать отцом сбывается Я не знаю, нигде найти эту девушку Никто она И в клинике тоже не знают? Нет, не знают Но я не теряю надежды найти ее Давид, но, пожалуйста, никому об этом не говори Разумеется, никому Конечно Я даже не могу поговорить с Карлотой Потому что знаю, что ей это не понравится И тем более сейчас, когда она считает, что нашла решение моей проблемы Приведя домой бедного ребенка из приюта Вот так сюрприз Карлотта навещает маму Причем с таким лицом В чем дело? Неспокойные воды еще больше взбунтовались? А на что тогда нужны матери? Кроме того, я не знала, куда пойти И что же произошло, дочка? Усыновление ребенка оказалось катастрофой И у тебя пропало желание быть матерью? Да, я сута по горло этим ребенком Но дело не в этом А в чем? Что с тобой? Неужели твой красавчик муж плохо себя ведет? Я не знаю, кто из нас плохо себя ведет Он ли, я ли Я не знаю, чья об этом вина Но мой муж Как инопланетянин Я не могу его понять Ты права, дочка Мы, женщины, только и делаем, что стараемся понять мужчин И знай, если мужчина меняет отношение к женщине Значит, у него другая Если бы И что происходит с моей дочерью, если она предпочитает любовную интригу? Расскажи Знаешь, что мне сказал Маурисио? Что он тебе сказал? Что он разочарован в браке с безупречной женщиной Которые не способны его понять Ты можешь в это поверить? Мужчины всегда считают, что их трудно понять А на самом деле они как открытые книги У них все написано на лице Их жизнь это работа, женщины, машина, женщины, работа И еще какая-нибудь глупость Они так остаются большими детьми, у которых всегда бунтуют гормоны Нет, мама, все не так просто Я не знаю, почему Маурисио так сказал Что я ему сделала? Наверное, что ты сделала, Карлота Расскажи, с чего началась ссора Я слушаю тебя Все началось с того, что я почувствовала, что он отдаляется Потом я нашла сережку И устроила скандал? Так и должно быть Нет, я только спросила, есть ли у него другая женщина Но он оскорбился Упрекнул меня в том, что я его подозреваю Сказал, что после женитьбы на мне Не был с другой женщиной Но я его не понимаю Я не способна его понять А он чувствует себя одиноким Ему не с кем делиться мечтами Дочка, мне кажется, у него это просто кризис возраста Да нет, мама, я чувствую, что он готов убежать И я очень боюсь, потому что если Маурисио меня оставит, мама Я умру Если Маурисио меня оставит Я даже могу покончить с собой Ну вот Я принесла твою чистую одежду Красивая наша девочка Узнаешь? Конечно Ну и как тебе? Мне ее Хуану подарила Да? Вы знаете Хуану? Нет Она моя подруга Я не знаю, но раз она подарила тебе такую красивую футболку Наверное, она тебя любит Она классная Конечно И хорошо играет в футбол Мы всегда играли Главное Терпение, дружок Вкусно пахнет Спасибо Да не за что Рафаэль, я тебя прошу Не показывай ее сеньоре Карлотти Не будем ее сердить Хорошо? Договорились? Я ее спрячу под матрас Хорошо, Рафаэль Сеньоры на самом деле хорошие люди Поверь мне, мальчик Хотя у них, конечно, есть недостатки Но они лучшие, что с тобой могло произойти Понимать нечего Ты привела в свой дом змею Я уверена, что Дезире Строит твоему мужу глазки И повышает приток гормонов Ради бога, мама До каких пор? До каких пор ты будешь обвинять Дезире? Это не так Она здесь ни при чем Это ты так думаешь, дочка Ты так думаешь Карлотта, мужчины очень примитивны, дорогая Они похожи на животных Ты не видела, как ведут себя собаки, когда у суки течка? Мама, ради бога, мы же не животные Ты не животная, я не животная А Дезире, да Это змея, как собака, у которой течка Я так говорю, потому что, когда я ее увидела У меня сработали все сигналы тревоги Покажи мне любезность Убери эту змею из своего дома, пока еще не слишком поздно, Карлотта Знаешь, мама, я не должна была этого говорить, но скажу Это секрет, который мне доверила сама Дезире Может, это тебя успокоит? И что же это? Дезире фригидно Что? Что? Что слышишь? Она ничего не чувствует Она как бы льда Она не получает удовольствия от секса Понимаешь, мама? Так что я могу не подозревать Дезире Ой, дочка Ой, мама Я пойду домой, Инесс Записываю все звонки Если позвонит доктор Мичеллена, немедленно перезвони мне на сотовый Хорошо, разумеется А если не дозвонишься по сотовому, передай послание через Таню Хорошо, до свидания, шеф Почему его так интересует доктор Мичеллена? Прям вопрос жизни и смерти Вся семья Перес жива и здорова, брат Там все нормально Тогда почему у их дома собралась такая толпа? Сальвадор, ты не поверишь Но причина В этой злосчастной бумажке Возьми, прочти Все из-за этой бумажки? Все из-за нее Это копия свидетельства о девственности Именно так Из-за этого такой гамм Люди не могут понять Как беременная девочка может быть девственницей Но так говорится В этой бумажке Они считают это чудом Анна-Мария, я представляю, как ты себя чувствуешь Меня тоже очень задели эти разговоры о Хуане Да, да, Мануэль Но все это происходит по моей вине Потому что если бы я не была дурой Если бы меня не осенила блестящая идея Оглеить квартал проклятыми фотокопиями Ничего бы не произошло Ну, конечно, я такая Я не думаю Я немедленно начинаю действовать И всегда попадаю в просак Не зря мама считает, что я идиотка Я приношу одни неприятности, Монолита Но как будто этого мало Меня еще уволили с работы Неприятности одна за другой Одна за другой Анна-Мария, хватит, успокойся Не будь такой суровой к самой себе У всех бывают неприятности Да, Мануэль, у всех бывают неприятности Но если у меня их нет, я сама их создаю И ты это знаешь Ну ладно, спокойно Ты еще не закончил с этим устарьем? Осталось совсем немного Анна-Мария Да, мама Из-за этого безумия у меня голова идет к рогам Я забыла сказать, что Ну, что Сегодня тебя искал мужчина Вернее, кавалеро И, кстати, очень приятный Он спрашивал о тебе Некто Сальвадор Да, он сказал, его зовут Сальвадор Вентилятор упал, потому что должен был упасть Ты не слышал, как он шумел? Он упал, потому что отработал Свой срок Вот и все Нет, нет, это не так Вентилятор висел над тобой И если бы не листок, который я тебе принес Тебе был бы конец, старик Теперь ты начнешь верить в суеверие Этого я не говорю Это чистая случайность, Пачека Чистая случайность Будь любезен, отнеси его Какое-то безумие Не случайность То, что ты вошла в мою жизнь Анна Мария Перес Пусть даже Из-за абсурдной истории С твоей дочерью Какая ирония, Давид Еще и ты со своей глупой ревностью Когда у твоего друга один из худших моментов Но это не означает, что он не влюблен в солнце? Может, он еще этого не понимает? Хватит, Давид Хватит Пусть у Маурисио Все получится И он сможет найти девушку, которая носит его ребенка Что подумает Маурисио, если я расскажу ему, что со мной происходит? Он отреагирует, как мама Скажет, ты должна подумать о своей жизни Своей карьере Своей учебе Ты не готова стать матерью И вообще, он мне не поверит Скажет, что я сумасшедшая И я тогда умру отстуда Какое безумие Подумать только Падре Хосе предложил его жене Усыновить моего ребенка Каким бы ты был отцом, Маурисио? Синьор Маурисио, вы сегодня рано Как дела? Хорошо Карлота? Она еще не вернулась, синьор И не звонила? Нет Таня, сходи в сад и приведи мне Канеллу Приведи в мою комнату Синьор, собака не в саду А где она? Канеллу полюбила ребенка Арфаэля Но вы же помните, что синьора привела ребенка? Да, да, я помню Помню, Таня Мальчик был совсем один И собака привязалась к нему Она от него не отходит Странно Канелла не любит чужих Она дозера до сих пор лает Животные чувствуют энергетику людей, синьор Таня, ты хочешь что-то сказать о дозера? Нет, нет, синьор, нет Простите, что вмешиваюсь Но ребенок одинок в этом доме Я думаю, его поняла только Канелла Несмотря на то, что она собака Собака Ты знаешь, что я пришел, правда, Канелла? Я больше не могу Не могу игнорировать этого бедного ребенка Он ни в чем не виноват Кто бы это мог быть? Если меня застанет Карлота Она меня выгонит Будь осторожна, Дозере Этот мужчина сводит тебя с ума Не влюбись Любовь только осложняет жизнь Как Канеллита Как моя умная, красивая, замечательная собака Да ты Соня Она ласковая Да Привет Привет, синьор Маурисио Ты не должен называть меня синьором Я должен говорить папа? Нет, нет, нет Я не это хотел сказать Прости, ты можешь говорить просто Маурисио Просто Маурисио Вместо того, чтобы Говорить синьор Маурисио Я понял Я знаю Наверное, все идет не так Как ты думал, да, Рафаэль? Гуэррито Как? Гуэррито Так меня зовет моя лучшая подруга Гуэррито Гуэррито Да, Гуэррито Ну, мне нужно идти к себе Можешь Остаться с Канеллой Пойдем постепенно Пойдем Куда пойдем? Забудь Никого нет Выйду сейчас Или никогда Хуана Хуана, можно? Ты же знаешь, что да Я спросил, потому что Анна сказала, что ты хочешь побыть одна Дядя, я просто не хотела слушать покаянную исповедь мамы Неужели наша ситуация еще больше осложнится? Какой ты неловкий, Маурисио Он всего лишь ребенок, а ты говоришь с ним как сотрудником своего журнала Что такое? Почему моя одежда на полу? Моя красивая девочка Я должен признать Тебе выпала нелегкая участь Ты веришь в судьбу, дядя? Иногда Знаешь Какое-то время назад я читал Николасу историю О двух возлюбленных Которым суждено было познакомиться Они этого не знали Но все было предопределено звездами Если бы в моем случае было так же Если бы Это была судьба Но в моем случае нет возлюбленного Создай славу и ложись спать Я, как всегда, окажусь распятой на кресте Не беспокойся, мама В семье достаточно одной святой Хоть ты и не поверишь Но когда я говорила об этом сеньоре Полицейском, я имею ввиду, который к тебе приходил Я сделал это не для того, чтобы позлить тебя Он не полицейский Он инспектор, мама Какая разница Главное, что я не провоцировала ссору Вовсе нет Да Я хочу, чтобы ты знала Я впервые вижу мужчину, у которого есть все качества Чтобы сделать тебя Счастливой Счастливой? Счастливой кого? Мама Он мне показался хорошим человеком Ответственным Не похож на женатого Хотя это нужно проверить Одним словом, он мне понравился И я хотела сказать, что ты можешь Принять его дома Когда захочешь Вот как Ну и дела Именно когда я приняла решение Закрыть главу Про мужчин Ты решаешь найти мне хорошую партию Это так типично для тебя Мама Если тебе так нравится инспектор Сальвадор Пригласи его Но только Чтобы он навестил тебя Тебя, мамочка Не меня Привет, мама Как ты? Я видел на улице машину Карлотты Где она? Привет, сынок Она в своей комнате Спит Что-то произошло? Мне пришлось дать твоей сестре успокоительное Она слишком нервничала Почему? Что с ней? Семейный кризис Поссорилась с мужем Что еще может быть? Все мужчины Это большие дети Которые не знают, чего хотят Они не ценят женщину На которой женаты Посмотри на отца Мама, мне кажется Сейчас мы говорим О моей сестре Карлотте Она расстроена, сынок Разбита И может наделать глупостей Нет, мама Не думаю Карлота Так легко не ломается Она сильная Независимая Она устроила свою жизнь Они были счастливы И жили долго-долго Так заканчиваются все сказки Сынок А вот в реальности Все несколько иначе И я не знаю счастливых браков Маурисио Делавега Хочет знать имя девушки По этой же причине Я пришел даже к тебе домой, Карменсита А мне что? Разве я вам что-то должна? За все ответила только я Я готов заплатить за эту информацию, Кармен Мне нужно имя этой девушки Ее зовут Хуана Перс Это правда Возлюбленный, который предназначен тебе судьбой Еще не появился Но ты не должна расстраиваться Ты еще очень молодая Я уверен, что он появится Это если он вообще существует Дядя В моей жизни все так запуталось Но даже если он где-то и есть Я не знаю, хочу ли я знакомиться с ним Рикардо Как ты? Мичелена Странно видеть вас здесь Надеюсь, у вас хорошие новости Да Мы решили прийти сюда и сказать тебе лично Когда ты так говоришь, ты сообщаешь плохую новость В этом случае И как раз наоборот Да, доктор Мичелена узнал имя девушки Которую он оплодотворил по ошибке Да? И кто это? Как ее зовут? Доктор, говорите Судя по выражению твоего лица Кажется, ты ее знаешь Ты не поверишь, Рикардо, но да Нет, я ее не знаю Я не знаю, кто она Я не знаю, кто она, но Я чувствую, что знаю ее Я не знаю, может это Объясняется желанием Желанием увидеть ее Если бы это было так просто А как зовут медсестру, у которой были ее данные? Кармен Санчес Она перепутала папки И она ничего не знает? Ничего не помнит, кроме имени? Да, только имя Хуана Перес Хуана Этого мужчину зовут Маурисио Ты бы хотела, чтобы твой возлюбленный, которого ты еще не знаешь Был как Маурисио, о котором ты мне сказала Да? Да, если он существует, то да Да Я тебя не понимаю Ты мне сказала, что этот тип тебе не понравился Ты даже дала ему прозвище Да, ядовитый шеф Это правда Но на самом деле он оказался не таким Он Он прекрасен И не только Потому что он красивый, высокий Нет Но как тебе объяснить? Я не знаю, как объяснить Но ты сказала, что у этого мужчины счастливый брак Иначе бы я беспокоился Дядя, как будто ты меня не знаешь Ты сам настоял, чтобы я сказала, каким я представляю идеального мужчину Да, но я надеялся, что он чуточку похож на меня Какой ты претензиозный Нет В этом случае опасно говорить о судьбе, Маурисио Сожалею, Рикардо, но я воспринимаю это так По-другому не получается Сеньор, я пойду Я сделал то, о чем вы меня просили Вы сделали это только потому, что я вам пригрозил Не стану этого отрицать Но я надеюсь, что в конце этой истории я буду не упрекать вас, а благодарить Хорошо бы С вашего позволения Маурисио, я думаю, ты подходишь к этому легкомысленно Я по-другому не могу Послушай меня, я тебе тысячу раз говорил, что, возможно, девушка решила не рожать этого ребенка Вдруг его уже нету Сожалею, Рикардо, но ты меня не убедишь Ребенок есть Мой ребенок жив И я знаю, где он И его носит под сердцем девушка Которую зовут Хуана Перес Хуана Она в своей комнате Это мы знаем Я о другом Я хотела узнать, как она Ответь на этот вопрос Как она Я хочу знать то же самое, мама Она в порядке? Она спокойна? Да, она намного спокойнее Конечно, это спокойствие относительное Ты так говоришь, потому что это правда? Или ты не хочешь, чтобы я переживала? Нет, нет, это правда Мы даже говорили о любви О любви? А в чем дело? Вы никогда не слышали слово «любовь»? Любовь? Если ты имеешь в виду любовь, которая базируется на уважении и благопристойности И которая на всю жизнь, как было в мои времена, разумеется, я знаю, что это такое Но если любовь, о которой ты говоришь, это одна из версий распущенности и вседозволенности Спроси у своей сестрички Она в этом эксперт Мама, пожалуйста, не начинай Я только сказал, что говорил с Хуаной о любви Любовь была раньше, есть сейчас и будет всегда А что Хуана может знать о любви? Я чувствую, что Хуана, несмотря на то, что с ней происходит, остается наивной девочкой Клянусь она, это именно так Я чувствую, что у нее чистая и незапятнанная душа Но я вижу, что ей не чужды эмоции 17-летней девушки Она все так же непосредственно Кстати, об эмоциях Посмотри, что я нашла в кармане твоих брюк А что это? Здесь написано «Кьяра» и есть номер телефона Ответ, вы ли выброси? Нет, нет, не вздумай Не будь пессимистом, Рикардо Ты врач, и для тебя жизнь превыше всего Ты работаешь, чтобы защитить ее Жизнь твоя вера Хорошо, хорошо Скажи, как ты ее найдешь, зная только имя? Имя и фамилию Кстати, очень распространенная Хуана Перес Есть тысячи женщин с таким именем? Но только у одной двухмесячной беременности Я полагаю, у тебя есть план поиска? Я знаю, с чего начать А Карлота знает? Ты сказал ей? Карлота, хорошо, что ты напомнил Я хочу попросить тебя о помощи, Рикардо Что, сказать ей? Нет, ни в коем случае не говорить Карлота не должна узнать об этой истории Пока никто не должен знать о Хуане Перес Я знаю, почему ты думаешь Хорошо, это твое решение У меня будут проблемы с ее поисками И я не хочу, чтобы Карлота все еще больше усложняла Ты ей не доверяешь А это уже проблема Да, я знаю Рикардо И поверь, я... Нет, нет, спокойно Не говори ничего Возвращаясь к главному Если ты что-то узнаешь Позвони мне, пока Какой приятный сюрприз, Муисио Как дела, Дозера? Хорошо Не хорошо, что ты пьешь один Я могу составить компанию Если ты меня пригласишь Папа, мама, извините Я пойду к тебе Нет, Умберто Ты мне нужен, чтобы поговорить с отцом Скажи ему, что я никогда не видела Карлоту такой подавленной Бедняжка очень страдает Карлота не глупая Нет, не глупая, но ей плохо Умберто скажи отцу, что Муисио сказал Карлоте, что он устал жить с безупречной женщиной, которая его не понимает Мама, не нужно вмешиваться в отношения супругов, оставь их в покое Умберто, ты впервые прав Не нужно вмешиваться в отношения мужа и жены Нужно вмешиваться, как делает мой отец, когда дело касается вас Нет, нет, не начинай о своем отце У нас с ним общий бизнес, но это не означает, что я делаю то, что он хочет Все совсем наоборот Я самостоятельный человек Вам никто не говорит, что нужно делать Поэтому этот брак не такой, каким должен быть Я не хочу, чтобы моя дочь Карлота столкнулась с тем же Скажи отцу, Умберто, скажи ему Разница между Карлотой и тобой, Ампаро В том, что она с детства демонстрировала независимость и большую уверенность в себе Чего лишена ты Умберто, скажи отцу, что если Карлота унаследовала его независимость и его уверенность Это делает ее слабой, потому что она унаследовала и его слепоту тоже Как поздно Почему меня не разбудили? Побольше льда, Морисио В чем дело? Над чем ты смеешься? Над твоей способностью уходить, не двигаясь с места Я здесь уже 10 минут И я уверена, что тебя здесь не было Не беспокойся, я сама себя обслужу Прости, Дозеро, у меня мысли в другом месте Попробую угадать К тебе приходила Карлота и расстроила тебя Она тебе что-то сказала? Нет Карлота не рассказывает мне об отношениях с тобой Просто живя в этом доме, я, естественно, кое-что замечаю Она ушла из дома очень расстроенная И я предположила, что из-за тебя Кто бы мог подумать? А может, она ревнует? Ты об этом не думал? Ей не зачем ревновать Ты так думаешь? Ты считаешь, что у нее нет повода А она вбила себе в голову, что у тебя есть другая женщина Значит, она все-таки тебе говорила Не говорила Но это видно, Маурисио Неуверенность женщины слишком очевидна Может, это ты забиваешь голову Карлоты этими глупостями Я, Маурисио? А что я от этого выигрываю? Забыть, Дозир, это нелепая шутка Что касается твоего беспокойства относительно ревности Карлоты Она лучше других знает, что я не выношу ревности А что касается повода То ей нет необходимости беспокоиться ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кто же этот красивый мужчина? Дорогая, ты намного нормальнее, чем мы думаем И тоже замечаешь Мужчин Кстати, этот дочка Похож на принца Кто же он? Сыр Бри Пока придет Карлота Может, ты расслабишься? Тебе кажется, что я напряжен? Это не так Я снова ошиблась Черт, сегодня я постоянно ошибаюсь Я стараюсь помочь, а у меня ничего не получается Как странно Я не знаю, откуда ты взяла, что у нас семейный кризис Какое упорство? Мурисио, это ты упорствуешь Что не хочешь довериться мне Когда что-то на виду, мне нужны очки Вы не настолько идеальная пара Как о вас говорят Кроме того, я живу в этом доме И я все замечаю Ну да ладно Если тебе не нужен друг Я понимаю Думаю, лучше оставлю тебе одного Останься, Дозире, останься Да, ты права Мне тяжело принять то, что между нами происходит Между мной и Карлотой Все было так хорошо Но, к сожалению, все меняется Все меняется Мурисио, может, вы плохо знали друг друга? Именно так В последнее время я чувствую, что Карлота далека от меня Она не может понять мои проблемы Потому что они ей не интересны Разумеется, понимаю Вечное разочарование Что? Человек Влюбляется, как сумасшедший И не замечает, что у любимого много недостатков Но постепенно их раскрывает И когда это происходит Когда спадает повязка слепой любви Приходит разочарование, о котором я говорю Ну, до этого мы еще не дошли Но я чувствую, что между нами что-то ломается Я пока не разобрался Или это я эгоист, или она меня не понимает Мурисио Может, есть другая женщина, которая понимает тебя Может, ты сравнил Карлоту с кем-то еще? Нет, нет, нет Совсем не так Хотя Кое-кто Способен дать мне то, чего не дает она Я знаю, что ты думаешь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok